Доброе утро, дорогие друзья! Уральский фестиваль сплава «Чусовая Россия» пройдет в Свердловской области в выходные с 3 по 5 июля. Полторы тысячи участников соберутся в селе Чусовом Шалинского района. Как шалить в Шале или как чудачить на Чусовой нам расскажет президент фестиваля Борис Петров. Доброе утро, Борис! Доброе утро, ребята! Ну, фестиваль традиционный, каждый год там в нем что-то меняется. В этом году он такой, более серьезный, может, чем обычно, потому что он посвящен 70-летию Победы. А традиционный это сколько лет? Традиционный? 14-й фестиваль сейчас. 14-й фестиваль? Да, 2001 года. Два поколения уже должны были вырасти на вашем фестивале. Кстати, человек, который выступал как потлатый юнец с гитарой на сцене первого, сейчас министр культуры Шалинского района. Да, ну то есть растут люди. То есть Арсен Адулджанович Кадыров. Но, учитывая, что о войне вы только что заговорили, будут песни им петь о войне? Да, будет конкурс военной песни. То есть мы проводим отбор там же и вечером на галоконцерт выводим победителей. Мы соревнуемся с ребятами в военной такой спортивной эстафете. Нам всячески помогает центральный военный округ. Привозят нам кухню, так сказать, там поваров. Мы покупаем мешок крупы, так сказать, там, гречневой и тушенки. В общем, постараемся накормить страждущих. Ну вообще традиционно на этом фестивале у вас очень много разных активностей. То есть можно и музыку послушать, и рыбу половить, я не знаю, и чай научиться заваривать. Так, расскажите о каких-то самых важных, на ваш взгляд, активностях, которые будут вот в эти выходные. Ну, всего на самом деле 14 площадок, или 15, я уже сбил сейчас на газосчёты, каждый из которых может стать отдельным фестивалем, что и бывает очень часто. Я всё время рад, когда создаётся новый фестиваль, особенно если на часовой происходит. Поэтому в этом году одна из таких серьёзных новинок, это мы делаем первую уральскую ярмарку «Иван-чая». Мы собираем производителей «Иван-чая» со всего округа фестивальского. Пока это немного, это человек 20-25. Но тем не менее. Да, но и вот они все представят свой «Иван-чай». У «Иван-чая» свои, у каждого там особенности, приблуды, соответственно, как кто делает, какие секреты. Подождите, Борис, «Иван-чай» это что, наш ответ с санкциям? Это наше возвращение к себе, потому что мы, как минимум, я понял, что тысячу лет поставляли на Запад, соответственно, «Иван-чай». Но потом пришла у вас индийская компания и сказала, что наш «Иван-чай» фу-фу-фу, потому что индийский гораздо лучше. Но тем не менее, «Иван-чай» он наш, и сейчас идёт просто возврат к своему, уже не формальный, не потому что нам хочется, так сказать, флагом помахать, а потому что это изнутри происходит. Время такое. Наступило время России, вообще-то, говорят, ребят. На 13 тысяч лет, кстати. Продолжая вашу тему про «Иван-чай», вижу, что вы в студии к нам принесли как раз свой, собственный, из личных запасов. Давайте посмотрим, мы чуть поприже, надо сказать телезрителям, что Борис Петров, президент фестиваля, делает этот чай самостоятельно и готов в этом году на фестивале рассказать технологию как раз изготовления. Может быть, если кто-то из наших телезрителей не доедет до часовой в этом году. В двух словах, что происходит с листиками «Иван-чая»? Ну, самое главное – это ферментация, так сказать. То есть технология производства чая на самом деле простая. Ты его берешь, собираешь, просто только листочки. Потом немножечко подвяливаешь. Ну, я подвялю в течение суток в большом, крытом, старообрядческом дворе, так сказать, там, там, сам по себе дух. А при этом приговариваете что-нибудь? Конечно. Ну, кстати, это дальше. А пахнет-то чаем? Практически знаю. Там пахнет лучшим, пахнет грушей, пахнет медом. Это сейчас расскажу. А дальше потом я просто беру и перемалываю через просто ручную мясорубку. Мы пробовали через механические, не работает. Через ручную – замечательно. И вот тут, когда ты входишь, это начало процесса ферментирования. Когда ты в это дело входишь, ты должен помыться. Можешь в реке, соответственно, в озере, нож в баню сходить. Ты должен быть чистым. Убрать все из мыслей. Кто хочет помолиться, кто хочет помедитировать, кто хочет подумать о светлом, о детстве, о хорошем, должен войти в это состояние. Потому что начинается самое святое, начинается ферментация. Что такое ферментация? Вот на поверхности листа ферменты, дрожжи, а сок внутри. Если ты сушишь просто лист, ну, получается так, лист зеленый. А когда ты все перемешиваешь, это как дрожжи и мука, они начинают бродить. И получается там чудо. Вот сначала закладываешь туда иван-чай. Он пахнет вкусно, ну, веником, травой, так сказать, там. Вот замечательно. А потом вдруг пахнет, начинает пахнуть грушей, медом, одуванчиками, так сказать, липовой доской. И каждый раз запах разный. Но потом, в конце концов, он где-то уже такой нивелируется. Вот этот вот запах настоящего иван-чая, его нужно четко понимать. И его всегда нужно отличать. Есть иван-чай, сделанный по технологии чая китайского. Он пахнет хорошим китайским чаем. И немножко как бы иван-чаем. Здесь вот там 40 всяких тонкостей в этом. А можно попробовать? У нас же, да, есть и заваренный иван-чай. Борис, ну а пока вы наливаете нам с Максимом чай попробовать, ваш фирменный, знаменитый, на котором наслышано, ну, не знаю, очень много людей из Судовской области. Расскажите, приехать со своими палатками можно на фестиваль? Не знаю, детей своих взять? Можно или чуть-чуть пользоваться? В том-то и дело, что у нас свободный формат. Вы приезжаете, желательно без галстуков и френчей там. Нет, с френчами можно уже, так сказать, как участник, там, второй мировой. Ага. Вот, а вот галстуков не надо, надо, чтобы приехало с вами хорошее настроение. Благодарю вас, Юлия. Ой, из рук-то девушки, конечно, это... И вот за утренним чайком продолжаем. Да, да. И поэтому приезжаете 120 кранов Екатеринбурга, сейчас навигатор у всех есть, рассказывать, как, куда ехать не надо. Приезжаете, ставите палатку, все, как бы, так сказать, дальше вы свободны. 14 площадок. Для того, чтобы порыбачить, желательно приехать в пятницу, потому что рыбалка начинается с 6, регистрация с 5 утра. Вот. А дальше официальное открытие с 11, где мы уже поздравим победителей рыбаков, отправим в путь уже иванчайную ярмарку, ярмарку товаров народных промыслов, детскую программу, спортивные соревнования, две площадки для песен. Ну, вот можно просто заглянуть, самое простое, заглянуть в интернет и посмотреть «Чусовая Россия». И составить план своего путешествия. Друзья, не отказывайте себе в этом удовольствии. На знаменитейший фестиваль, который проходит у нас в области уже 14 раз, и вы можете стать его участником, и научиться чай заваривать, и рыбу половить. Да просто провести хорошо время в кругу друзей, близких, знакомых, и детей не забудьте с собой взять. Ну что ж, поэтому ждем вас с 3 по 5 июля. А сегодня благодарим не только за чай, но прежде всего за интересную беседу президента фестиваля Бориса Петрова. Наша программа продолжится сразу после того, как мы узнаем о том, что же нам пророчат звезды на день грядущий.